Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Желтая угроза. В Самаре проходят антитеррористические учения. Пожар на парковке. На Старозагоре сгорело пять машин. Ограбление недели. Банда унесла украшения из ломбарда. 150 лет милосердия. Красный крест отмечает день рождения. От пикапа до танка. В кардиодиспансере проходит выставка вооружений времен Великой Отечественной войны. Желтый уровень опасности объявлен сегодня в Самаре. По легенде учений, связанных с подготовкой к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, профильные ведомства должны проявить повышенное внимание к обстановке в городе. Об этом говорили сегодня на совещании в департаменте ЖКХ. Первый замглавы Самары Владимир Василенко поручил руководителям управляющих компаний повесить памятки на подъездах, а также на образовательных учреждениях и в организациях. Усиленный контроль продлится с 17 по 22 мая. Инструкция, как противостоять угрозе терроризма, будет сегодня доработана, и уже завтра каждый житель ознакомится с правилами поведения в случае вероятной угрозы. И особенно заострить внимание вот здесь, я попрошу, чтобы здесь появились телефоны, куда люди могут сообщать о всех посторонних предметах или каких-либо подозрительных лицах. Ночью в Самаре сгорело пять машин. ЧП случилось во дворе на улице Старозагора. Пожар потушили за несколько минут. К счастью, никто не пострадал. Эксперты не исключают версию поджога. С очевидцами происшествия пообщалась Алина Чемерис. Это видео Денис Смолин снял со своего балкона во втором часу ночи. Говорит, сначала вспыхнула одна машина, потом пламя перекинулось на остальные четыре. Пожарных вызвали очевидцы. Огонь удалось потушить за несколько минут. По словам Денисов, ту ночь во дворе не происходило ничего подозрительного. Тишина была, абсолютно тишина. Потом начали убегать люди, кричать пожар. Все вручные начали машины отталкивать, которые стояли рядом. Выглянуло в окошко, смотрит огонь светло, где горят. Потом еще три-четыре взрыва было. Второй взрыв был, я это видел. Так метров на семь вверх. И искры белые, потом красные. К словам очевидцев, первой загорелась вот эта четверка. И уже с нее огонь распространился настоящий рядом автомобиль. Звуки взрывающегося оборудования и покрышек разбудили полдвора. Люди выбежали на улицу. К счастью, жители не пострадали. Теперь парковка во дворе на улице Старозагора больше напоминает автомобильную свалку. Пресловутая четверка сгорела полностью. Ущерб, нанесенный остальным автомобилем, еще предстоит установить. По словам жителей, этот пожар не первый. Примерно полгода назад здесь уже сгорели две машины. Практически на том же месте. Люди рассказывают, с парковками в этом дворе всегда было сложно. Автомобилей очень много. Сейчас на месте ЧП работают полицейские. В ходе работы на месте происшествия следственная оперативная группа провела работу по установлению возможных очевидцев происшествия, по установлению видеокамер и изъятию видеозаписи с них. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В Самаре пожары на транспорте не редкость. С начала года сгорели уже 75 машин. Почти в половине случаев поджог. Эту версию не исключают и сейчас. В ходе опроса очевидцев и осмотре места пожара с участием экспертов судебно-экспертного учреждения испытательной пожарной лаборатории установлено, что очаг пожара расположен в салоне автомобиля ВАЗ-2104. Наиболее вероятной причиной пожара послужил поджог. С места пожара были изъяты образцы грунта для установления наличия средств совершения поджога. По факту ЧП полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. В продолжении криминальной хроники. Самарские полицейские разыскивают трех грабителей ломбарда на проспекте Масленниково. Преступление произошло в воскресенье в половине первого дня, сообщает пресс-служба областного полицейского главка. Сначала молодые люди пришли в ломбард на разведку, осмотрели витрины и ушли. Затем вернулись, прикрыв лица тряпками. Разбили витрину, похитили украшения и сбежали. Всем подозреваемым на вид не больше 25 лет. Один в восточной внешности, двое славянской. Тех, кто узнал этих мужчин или стал свидетелем преступления, полицейские просят обращаться по телефону, который вы видите на экране. Почти три килограмма анаболиков изъяли самарские таможенники. Крупную партию допинга контрабандисты замаскировали под подсолнечное масло и отправили посылку из Китая. Согласно заключению экспертов, в состав представленных образцов входили сильнодействующие вещества – тестостерон и тренбаллон. Заведено уголовное дело в отношении 22-летнего самарца, который получил посылку на почте. Ему грозит реальный срок лишения свободы. Со слов задержанного он знал о том, что данные сильнодействующие вещества ограничены к перемещению к свободному распространению на территории Российской Федерации и заказывал данные вещества в личных целях. В соответствии с диспозицией статьи 226.1 гражданину грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. И в заключении криминальной хроники – коррупционный сюжет. Заместители главы одного из сельских поселений Самарской области подозревают в получении взятки. Как следует из материала в дело, чиновник получил 160 тысяч рублей от предпринимателя. За это разрешил складировать грунт в котловане без документов. Мафиоза задержали в фитнес-клубе Тольятти. При досмотре его машины под ковриком полицейские обнаружили 30 тысяч рублей. В настоящее время Следственным управлением Следственного комитета России по Самарской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Получение взятки. Санкции данной статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы. В Самарской области подорожали овощи и масло. Какие продукты, наоборот, подешевели, знает наш экономический обозреватель Лариса Шлафаст. Здравствуйте! Цены на нефть сегодня стабилизировались и удерживаются выше 52 долларов за баррель. Валюта немного подешевела. Курс на 17 мая. Доллар 56 рублей 26 копеек. Евро 62 рубля 3 копейки. Золото стоит 2238 рублей. Серебро 30 рублей 15 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 56 рублей 56 копеек. Дороже всего продать за 56 рублей 26 копеек. Больше 4 миллиардов рублей получат на развитие российские вузы. Деньги выделят из резервного фонда. Интернет торговлю вином и пивом могут разрешить уже в этом году. Соответствующий законопроект Минфин готовится представить в Совет Федерации. А в Самарской области подорожали картофель, капуста, яблоки, рис и масло. В среднем на 2%, сообщает Самара Стат. На 4% подешевели куриные яйца, чуть больше процента скинули молоко и сахар. На этом все. Удачи в делах. Далее коротко о других событиях дня. За минувшую неделю самарские судебные приставы припроводили в международный аэропорт и девятерых иностранцев. Граждане Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана нарушили миграционное законодательство страны. В связи с этим их депортировали на родину. Как правило, трудовые мигранты въезжают в Россию через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания граждане не торопятся добровольно покидать страну. Всего с начала года из Самарской области выдворили 292 нелегальных мигрантов. Из них 125 сами оплатили свою поездку. Граждане, нарушившие миграционное законодательство России, смогут вернуться в страну не ранее, чем через 5 лет. В Самарской области сняли карантин по африканской чуме свиней. Однако в регионе на полгода сохранится ряд ограничений. Среди них запрет закупки свиней у населения. Напомним, вирус был выявлен в селе Гремячка Хворостянского района, где произошел падеж поголовья. В санитарную зону, кроме Гремячки, вошли Владимировка и Дубровка. У фермеров пришлось изъять и сжечь около 530 свиней. Сейчас региональный Минсельхоз прорабатывает вопрос о переводе частных хозяйств в этом районе на альтернативные виды животноводства. Билеты на скоростные суда «Восход» теперь продают по паспорту или водительскому удостоверению. Ограничения ввели с 15 мая. Они будут действовать по направлениям Самары-Тольятти и Самара-Сызры. В Самаре на месяц перекроют улицу Шевченко. Дорогу закроют до 15 июня на участке от лейтенанта Шмидта до дома номер 18 по улице Шевченко. Кроме того, в связи со строительством ливневой канализации до 20 мая ограничат движение по улице Гая. Будет закрыт участок от Николая Панова до Ярошевского. Автомобилистов просят заранее выбирать маршрут. На ночь музеи в Самаре расскажут о революции и о материи звука. В атмосферу революционной эпохи 20 мая приглашают окунуться музей имени Алабина. Посетители смогут увидеть, как выглядели богатые и бедные горожане, крестьяне, рабочие и солдаты. Какой была Самара. Смогут самостоятельно придумать и изготовить агитплакат в стиле русского авангардизма. В специальной фотозоне можно будет сделать фото на память с персонажами эпохи. А в Самарском музее Модерна ночь музеев будет посвящена окружающей материи звука. Публике будет представлена история звука от модерна до современности. Команда Общероссийского народного фронта прошла с инспекцией по Самарским дворам. Подготовка к чемпионату мира дает городу шанс стать красивее и удобнее. Помешать созданию комфортной среды могут только одно – нежелание жителей принять в этом участие. Впрочем, неравнодушных самарцев все же больше, в чем и убедилась Инесса Панченко. Живет себе пенсионерка. Ухаживает за газоном, сажает цветы. Рядом живет предприниматель. Приезжает с работы, а машину ставить негде. Бросает ее в соседнем дворе, утром находится с разбитыми стеклами. Ситуация типичная для большинства многоквартирных домов. Мужчина пытается решить проблему с администрацией, договариваться с жильцами. Проходят годы, терпение заканчивается и на месте газона появляется автостоянка. Я проявил инициативу, да. Я взял на себя и финансовую сторону, и организационные все моменты. Да, я проявил инициативу, самовольно это делаю. Понять можно обе стороны конфликта. Между тем, есть несколько вариантов его решения. Существует понятие двойного использования земель, заглубленных мест для автостоянки и одновременного использования поверхности для детских площадок. Задача власти в данном случае не выступить в роли третейского судьи, а помочь жителям разобраться. В силах власти на сегодняшний день привлечь профессиональные сообщества, которые могут показать. Не житель же будет рисовать дизайн проекта, но не художник он, не архитектор. Более того, и технологии они не знают, которые могут быть. Значит, нужно предоставить возможность жителям выбрать для того, чтобы все запросы, которые есть у жителей, учесть. Создание комфортной городской среды с 2017 года является национальным приоритетным проектом. За пять лет все российские дворы должны преобразиться и стать удобными и функциональными. Для исполнения поручения президента создан Центр мониторинга благоустройства городской среды. Команда проекта осмотрела значительную часть Самары. Задача – разработать механизм учета мнений всех жителей. Может быть, где-то недостаточно нормативная база нам позволяет проводить мероприятия по благоустройству. Где-то нам нужно упростить процедуру, например, проведения общего собрания для того, чтобы ускорить процессы модернизации жилья, процессы благоустройства придомовых территорий, озеленения, установки парковочных мест для автостоянки. То есть подготовить ту базу, которая позволила бы нам действительно создать комфортное жилье, комфортное условие проживания в городской среде для всех категорий жителей. Программа благоустройства запущена, но никакие изменения не произойдут без участия жителей. Именно они должны решить, каким будет их двор и общественная территория. Решение общего собрания должно быть оформлено и направлено в Департамент городского хозяйства и экологии. Инесса Панченко, Максим Гусев, События. Добровольно, по велению души, Российский Красный Крест отмечает 150 лет со дня основания. Общественная организация появилась в позапрошлом веке и стала продолжением благотворительного общества попечения о больных и раненых воинах. Сейчас Российский Красный Крест помогает не только военным. Десятки тысяч добровольцев работают с детьми, пожилыми и беженцами. О тех, кто для чужих жертвует личным, рассказ нашего корреспондента. Сюда приходят по зову сердца. Раньше их называли сестрами милосердия. Но в Красном Кресте работают и мужчины, и женщины, и молодые, и пожилые. Вячеслав Мжавия отдал благотворительной организации больше 40 лет. Работал на станции переливания крови. Помогал людям, пострадавшим в чрезвычайных происшествиях. Конечно, многое изменилось. Но я хочу сказать, что главное – это честность, порядочность, добросоведность, умение сопряживать людям, их горю. Работа Красного Креста хоть и тесно связана с медициной, но помощь больше социальная и душевная. Главное направление благотворительной организации – работа сестер милосердия. У нас медицинские сестры, они пополняют больше, так скажем, медицинские функции. А милосердие, оно немножечко остается где-то по другую сторону. Красный Крест, он именно восполняет эту нишу. То есть это оказание тем помощи, которая нуждается именно в милосердии. Это душевные отношения, это уход. Каждый год в Самарской области помощь от Красного Креста получает больше тысячи человек. Добровольцы ухаживают за пожилыми людьми, оказывают помощь словом и делом. Они работают с беженцами, тяжело больными, ищут доноров, проводят профилактику опасных заболеваний. За несколько лет обучили 200 волонтеров оказывать первую помощь. На торжественном концерте ветераны и заслуженные работники Красного Креста получили подарки и благодарности от областного правительства и Министерства здравоохранения. Олеся Корецкая, Сергей Баскин, События. Праздник 9 мая позади, но память о Великой Победе не заканчивается. Выставка военной техники оружия развернулась на территории Самарского областного кардиодиспансера. Ее организаторы – военно-патриотический клуб «Они сражались за Родину». В этот день пациенты областного кардиодиспансера старались побыстрее закончить процедуру и спуститься во двор. Некоторые делали это по нескольку раз. Те, кому ходить на улицу запрещено, толпились возле окон. В палатах и вестибюлях шло бурное обсуждение увиденного. Да просто посмотреть оружие я вроде и служил, и много видел, а этого нет, что не видел. В разные годы в кардиодиспансере работали ветераны войны. И это мероприятие в том числе и дань памяти им. Персонал учреждения не менее активно осматривал выставку. И за пациентами присматривали все-таки сердечные и больные, и сами не отходили от экспонатов. Руководство клиники считает, что миссия учреждения не только лечебная. Обсуждается вопрос расширения сотрудничества с клубом «Они сражались за Родину». Наша миссия вообще, наверное, человеческая, а это и душевная. Врач не может лечить только одними таблетками. Конечно же, положительные эмоции, они только идут на пользу любым пациентам. Когда Александр Паулов только начинал собирать свою коллекцию военных экспонатов, он мечтал, что когда-нибудь музей будет приезжать к посетителям, а не наоборот. Сегодня это стало реальностью. Не только пациенты-кардиодиспансеры пришли на выставку. Жители соседних домов и микрорайонов не упустили возможности прикоснуться к памяти военных лет. Решили, в общем-то, воссоздать ситуацию, в том числе и вакогоспиталей. Поэтому это уже у нас второй выезд. Мы были в онкологическом центре, сейчас в кардиоцентре. Сегодня уже приходили к нам от дома престарелых, тоже приглашают в следующие выходные поехать туда. 70 лет назад это оружие и автомобили появились для защиты свободы нашей страны. Ту миссию они выполнили. Но сегодня у них появилось новое, патриотическое. Инесса Панченко, Максим Гусев, События. Путешествия с умом в Самаре подвели итоги уникального проекта «Вагон знаний». Школьники и педагоги не просто ездили на экскурсию в соседние регионы, но и в дороге не отрывались от процесса познания нового. За пять месяцев в проекте поучаствовало больше 4 тысяч детей и учителей. Самарский опыт уже перенимают в Сибири. Куда еще отправят «Вагон знаний» узнала Марина Кравцова. Пять месяцев назад, в декабре, в путь отправился первый «Вагон знаний» по маршруту «Пенза-Самара-Пенза». Поезд необычный в пути. Школьникам предстояло не кроссворды разгадывать, а учиться. Программа, насыщенная от истории и литературы до географии. Вот эти 4,5 часа, пока идет экспресс, мы предложили наполнить именно интегрированными предметами в различных образовательных областях. Это и уроки географии. Если это старший класс, это уроки экономической географии. Начальные школы – это природоведение. И польза, и развлечение. «Вагон знаний» быстро стал популярным. К маю такие образовательные поездки совершили больше 4 тысяч школьников и учителей. Маршруты «Умного поезда» привязаны к дневным экспрессам. Мы уже работаем с «Пензой», с «Ульяновским», с «Уфой». И в разработке еще целый ряд городов «Уфо». Наш опыт уже копируют, копируют уже в Сибири. Это говорит о том, что проект эффективный, интересный и точно будет жить. Проект позволяет школьникам не отвлекаться от учебного процесса и совмещать занятия с экскурсиями по достопримечательностям соседних регионов. География проекта расширяется. В перспективе вагон знаний отправится в Саратов, Мордовию, Оренбург и Казань. Учитывая, что все программы, подготовленные туроператорами, как Самары, так соседних регионов, они очень интересны и познавательны, то это та перспектива для развития семейного туризма в наших регионах Привожского и Федерального округа, которые мы совместно с партнерами будем развивать. Здесь уникальное сочетание как образовательного процесса, приятного путешествия и ярких впечатлений. Это очень важно для того, чтобы дети вживую прикасались к каким-то святыням, видели воочию не только из учебника то, что представляет из себя наша страна. Расширят и возрастные границы. Такие познавательные экскурсии планируют организовывать для студентов, пенсионеров и трудовых коллективов. Марина Кравцова, Василий Калдашов, События. Стипендию от главы города будут получать 50 студентов, которые учатся на отлично, а свободное время уделяют улучшению городской среды. С такой инициативой выступил Самарский дом молодежи. Мэр Самар Олег Фурсов ее поддержал и поставил задачу подготовить проект совместно с Департаментом культуры, туризма и молодежной политики. Пока документ сырой и требует доработки. Поэтому и собрались за круглым столом представители молодежных организаций власти. Проект начнет воплощаться с 1 сентября. С нового учебного года студенты будут подавать заявки, которые рассмотрит комиссия. Такая стипендия своего рода поощрение молодежи, которая много времени тратит на городские социальные проекты и не успевает подрабатывать в непростое экономическое время. Студенты, которые будут претендовать на эту выплату, должны будут в предыдущий период, в предыдущие два учебных года показать те проекты, те мероприятия, те направления работы, в которых они участвовали, именно направленные на развитие городского круга Самара, на его позиционирование среди других городов, в других регионах, на те проекты, которые улучшают, может быть, городскую среду. 4,5 миллиарда рублей составит фонд президентских грантов. В этом году эти деньги предназначены для поддержки социальных проектов. В 2016 году они принесли в региональный бюджет более 30 миллионов рублей. В этом планируют получить не меньше. Для самарских общественных организаций провели обучающий семинар, где рассказали о всех нюансах подачи заявок. Сейчас изменились правила, теперь документы принимаются в электронном виде. Срок подачи до 31 мая. Мы сегодня озвучим те методики, которые применяются при написании этих заявок, чтобы избежали досадных недоразумений. Не ошибок, а досадных недоразумений. Поэтому сегодня у нас это проводится при поддержке администрации губернатора Самарской области, при поддержке Министерства юстиции и при поддержке наших методических ресурсных центров, которые расскажут общественникам о том, как составить заявку, как составить правильную финансовую отчетность, как составить смету проекта. Ищите женщину, кандидата в президент России. Из прекрасной половины человечества может выдвинуть партия «Справедливая Россия». Сегодня СССР отвечали на вопросы журналистов по всей стране. Всероссийская партийная пресс-конференция начиналась ровно в полдень. В Самаре на встречу с журналистами пришли депутаты, представители регионального отделения. Председатель совета Михаил Маряхин озвучил политические задачи страны по версии «Справедливой России». Одним из ноу-хау являются повсеместные открытия центров защиты прав граждан, которые получили высокую оценку высшего руководства государства. Партия выступает также за усовершенствование социальной и налоговой систем. Мемориал заслуженного тренера России Николая Краснова прошел в десятый раз. За медали сражались боксеры Архитектурного университета. Подробности расскажет Андрей Горгуленко. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте! С вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». Двадцать спортсменов в десяти веселых категориях. Лучшие боксеры-первокурсники Архитектурного университета собрались биться за медали турнира в памяти заслуженного тренера-боксера России Николая Краснова. Про него рассказывают, что он не только учил детей боксу, но и поддерживал и воспитывал их в дне ринга. Данный турнир я организовал в 2007 году, как пришел сюда работать. В честь и в память заслуженного тренера Николая Краснова. Хороший был, заслуженный работник. И можно сразу сказать, что он всегда любил молодежь. С этой темой мы шли дальше. Турнир, посвященный Николаю Краснову, в этом году стал юбилейным, десятым. Пока в каждой весовой категории проходит только один, финальный бой. Но со временем организаторы рассчитывают, что соревнование вырастет в полноценный турнир. Я бы хотел, чтобы он, конечно, превратился в хороший, полноценный турнир. Не один день и не как матчевые встречи, а как турнир трехдневный, четырехдневный, с бронзовыми призерами. Самыми сильными, как и ожидалось, стали студенты кафедры физического воспитания. Они выиграли 4 золота и 3 серебра. Второе место в командном зачете заняли земельщики, забравшие три медали высшей пробы. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...